и снова здравствуйте товарищи продолжаем развивать советскую республику и у нас вот наконец таки во все идет производство пластика для нашего автозавода уже цеха как говорится свои склады набили да вот этим пластиком да вот прям до упаду да вот и по мере необходимости в производстве да вот погрузчики перевозят этот пластик на склад вот непосредственно на производственную линию вот итак у нас вовсю идет строительство также механо-сборочного цеха и сталелитейного цеха и в конце концов по части стали и механических деталей у нас наш автогигант станет самостоятельным единственное что будем поставлять сюда конечно же железо и уголь но это само собой конечно же мы это сделаем соединим железнодорожной сетью и кстати тут как раз таки идет вот строительство да вот прошлый раз почему вот не строила потому что просто напросто железнодорожной строительной конторе и было указано но маленькое расстояние поэтому она не охватывала ну а вот сейчас вот она вот достроит железнодорожный путь до вот этого угольного склада да вот и отсюда мы уже будем уголь поставлять на наш вот этот стали литейный цех то есть будет уже самостоятельным так ну и впоследствии потом построим мы уже электродетальный цех да и цех для сбора электроники к ним уже вот смотрите-ка потихонечку строится вся уже инфраструктура да вот и в конце в конце в скором времени она уже перейдет к завершению и так у нас кстати наконец-таки достроился этот это резервуар да для нефти да вот потихоньку туда нефть заливается сейчас вот и надо будет сейчас нам назначить автобазу да вот чтобы он забирал нефти да вот не с нефтеперерабатывающего завода вот а именно с вот этого резервуара он будет там по чуть-чуть забирать короче говоря да вот для нашего химического цеха давайте-ка обозначим сюда вот пусть вот отсюда будет нефть он забирать вот потихонечку вот будет набираться благо у нас вот это теле это нефтяная вышка туда вот богатство источника 86 процентов то я думаю тут на химический завод да вот и на завод пластмасс в нефти будет хватать итак у нас завершился наконец-таки строительство вот этого моста да вот уже по нему ходят автомобили можем потихонечку деревянный мост сносить к чертовой матери давайте к этим займемся да вот теперь у нас вот более-менее такой бетонный мост есть да вот из бетонных плит вернее и так тут немножечко конечно у нас сейчас вот образовалась такая пробочка да вот потому что у нас вот немного вот со склада да вот забирают стройматериалы да вот некоторые подвозят и так сейчас вот скором времени сюда вот достроиться инфраструктура да вот и у нас начнется строительство нашего нового очередного да вот супермаркета вот и так тут у нас вот смотрю дорога опять достроилась давайте-ка мы укажем в каких направлениях тут будут следовать транспортные средства вот движение нас правосторонние вот таким вот образом чтобы вот они вот не сбивались вот так вот кучу да вот не мешали друг другу вот таким вот образом сделаем вот отличненько здесь еще мы поправим на асфальтную дорогу да вот исправим надо будет также все это двухполосными сделать в конце концов так и давайте-ка сейчас мы начнем строить очередной мост как 2 как говорится вторую полосу моста да вот эту из бетонных плит так закладываем так само разумеется сюда будет подходить асфальтная дорога вот таким вот образом и здесь вот тоже вот таким вот образом будет идти асфальтная дорога тут пожалуй наверно таким вот образом будет соединяться вот и все это так строительные конторы так да пока что перекрывать пока что нельзя да вот пока вот для начала вот так только можно сделать да и все так тут в принципе с трансформатором не мешается вот ну вот в принципе пока вот так вот сделаем так ладно вот так пойдет вот потому что а тут в принципе это технические службы ничего страшного вот у нас сейчас пока весна да вот пока успеет достроиться все это дело да вот ну тут в принципе тоже вот склад думаю не будет мешаться так дальнейшем тоже вот строительные конторы то есть в конце концов полностью улучшим вот эту вот инфраструктуру нашу да вот как будет обалдеть классно так что у нас тут происходит уже в конце концов скоро достроиться да еще чуть-чуть осталось но я думаю скорее всего у нас первым достроиться стали литейный завод то есть стали литейный цех это уже будет сюда вот подвозится вертолетами стройматериалы вот так отличненько и вот пора бы надо будет вот запустить строительство вот вот этого жилого дома тоже вот который прямо находится здесь во дворе вот и это будет у нас делаться вот так поначалу здесь поставим остановку такую да вот так нет и самолет не стоит так станция остановка здесь будет в дальнейшем в других роликах понадобится эта остановка потом почему понадобится вы увидите так так вот так вот сделаем да таким вот образом так и здесь вот к этому думу пускай будет подходить такая тоже вот автомобильная дорога вот вот так вот строить и пускай начнется потом строительство вот вот это вот дома да вот с которого я дуна к в которой я думаю будем переселим вот жильцов с вот этого дома а этот дом снесем да на его месте будет у нас проходить вот вторая полоса вот этой дороге вот то есть вот таким вот образом все улучшаем так так у нас вот достроилась еще одна еще один гараж погрузчиков но к нему еще дорога не протянута да вот поэтому пока что мы его снабжать топливом не сможем а вот вот этот уже сможем так давайте ка этими займемся то есть что все везде топлива должно быть вот эти уже гаражи погрузчиков будут снабжать склады уже другое производственной линии вот и что будет производить эти линии мы еще потом определимся так у нас тут идет производство автомобилей скорой помощи которыми мы заменим в дальнейшем автопарки наших больниц вот два уже есть да вот где вот еще вот сейчас вот наверно заменим вот эти вот так ладно эти пока вот и ездил пускай так а вот в энергетике у нас так давайте ка пожалуй продадим а как тоже никого не везет продадим вот и вот вот эти вот машины пускай вот едут работать именно туда так и у нас доктора такие радостные больницы получают новые автомобили так причем это скорая помощь у нас будет собственного производства она так шикарно отлично дальнейшем будем улучшать также и других больниц да вот обновлять автопарк итак чтобы наш завод вот этот в будущем заработал да вот цех имею ввиду нужен будет здесь подвести сюда естественно электричество вот и сейчас естественно это мы сделаем так для начала мы построим здесь трансформатор вот здесь вот построим вот так так сюда будет достаточно у нас и грунтовой дороги я думаю да так 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 вот соединим и мы сейчас испробуем новый вид электрокоммуникации это линии электропередач подземные вот как и эти подземные линии электропередач мы пройти так протянем вот отсюда так давайте то подключим под землю так вот выход имеется да вот интересно смотрите так ниже опускаем чтобы так вот таким вот образом так так вот здесь вот так возвращаем снова на поверхность так ну вот ближе вот так вот сделаем да так сотроить так возвращаем снова и вот можно будет спокойненько здесь уже так так а вот он да вот так вот и вот здесь вот само разумеется будет оп вот таким вот образом классно будет и вот в будущем дальнейшем конечно всю электрификацию мы заменим подземными линиями электропередач потому что эти столбы да вот высотные они нам вечно мешаются и вот неудобно ими пользоваться то есть вечно мешаются когда вот мы начинаем что-то строить постоянно их приходится так сказать сносить что доставляем и такой вот некомфорт и неудобство нашим гражданам потом снова строить это весьма тоже ресурсно затратно да вот и все такое прочее вот и так у нас достраивается почти вот это да вот и в скором времени начнется строительство нашего нового вот еще одного магазина да супермаркета так сказать ух смотрите как красиво у нас завершается строительство вот вот этого вот нового сталилитейного завода то есть вернее не завод будет он отдельно конечно а это сталилитейный цех и также во всю идет строительство вот немножко конечно приостановлено да вот это механического цеха механических деталей вот да на для начала конечно же мы запустим вот этот вот сталилитейный цех да сейчас еще немножко еще чуть-чуть настал момент истины оле хоп вуаля ну привезите досок еще чуть-чуть не будем ждать ладно мы у местного там одолжили немножко вот он какой новый сталилитейный цех да вот и надо будет сюда вот в дальнейшем доставлять вот нам да вот так вот почему-то вот давайте-ка пожалуй вот вручную сами достроим эти рельсы да тут буквально они не очень-то затратные да вот нормально все отлично так так сигнализация семафорная вроде бы нормальная да тут вот так все отлично все классно так вот приурочены ко дню победы мы востроили так в дальнейшем у нас будет строиться так механо-сборочный цех так давайте-ка обозначим работать потом в дальнейшем запустим автобусы и так давайте-ка будем сейчас вот потихоньку снабжать наш этот сталилитейный цех ресурсами да и нам требуется не железная руда а именно железо которое придется покупать уголь мы уже знаем откуда будем доставлять а кстати откуда так строительство еще идет да так в принципе достроим так еще немножко вот ладно сейчас деньги будут и сейчас мы наверное займемся вот чем нам нам нужно будет купить несколько поездов вернее парочку с тепловозов с вагонами да вот так Брянск так Маша Маша к сожалению она еще вот так сказать дороговато стоит только А2 вот самые такие дешевые да вот СУ-45 правда Чехословакия вот немецкий хейнинг можно за 115 да ну какой-нибудь нужно будет вот купить да вот чтобы доставлять вот все это делаем 215 218 так так же нам нужны будут грузовые вагоны вот смотрите как вот такие классненькие думкары есть причем недорого еще они более вместительные чем открытые вагоны да вот есть думкары подешевле так я вот не могу найти один тепловоз его убрали что ли что-то вообще вот не видно так ну ладно какой-нибудь мы вот наверное хейнинг наверное с гдр купим да за 115 скорость у него какая 100 км в час да вот отличненько так порожневый я думаю должно утянуть по одному думкару да вот и так давайте-ка сейчас мы займемся рефинансированием наших кредитов так у нас мы должны по миллион с чем-то да вот и того как мы делаем рефинансировать нам наверное их еще эти кредиты рановато потому что мы никак это все равно не сможем сделать то есть как бы два допустим два кредита превратить в один да вот это можно будет только чуть позже сделать вот так так у нас началось строительство нового магазина вот только почему-то его не подхватывают остальные строительные 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 конторы возможно просто напросто нету дороги да так ладно будет дорога сейчас сделаем вот так вот и все как почему не подхватывает взял перекрыл кислород этот сделаем я уверен не тот а вот этот надо было вот так сделать так так во вроде бы что-то выезжает там так так все равно не видит не ну в принципе вполне вот выезжают же так это скорее всего просто напросто из-за того что вот это вот не закончено вот эти вот другие штуки вот и все теперь остальные подхватили так отлично ого тут тоже вот инфраструктуру надо улучшать все в срочном порядке так так ладно рефинансировать мы будем позже когда вот долг уменьшится чуть-чуть вот меньше миллиона станет да вот так 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 а пока давайте-ка купим для начала два автобуса о у нас вот появились новые автобусы типа дулеф да вот вернее дулеф этот он это это лиаз знаменитый так сказать этот луноход так и давайте-ка наверное купим такие два штуки пускай стоят пока что они ждут своего часа вот вот они какие лиазы да вот они будут у нас возить пассажиров да рабочих на сталелитейный цех и цех механосборочный так у нас вот строится уже железнодорожная инфраструктура внутри завода да на территории вот это отлично так так и у нас вот давайте-ка наверное все таки займемся рефинансированием так раз два так два так миллион сорок семь 0.83 выплачиваем так миллион сорок семь пятьсот двадцать три так это уже миллион шестьдесят три семьсот шестьдесят семь так ну хотя бы три кредита да вот превратили в два так это хорошо в принципе потом еще раз проведем рефинансирование да вот а сейчас давайте-ка купим так тепловоз какой-нибудь два тепловоза надо будет нам сейчас купить так сто километров в час сто но они все одинаковые они все одинаковые вот надо вот конечно же смотреть по скорости и мощности так двести тринадцать тысяч так больше нам в принципе достаточно два вот таких вот да вот и купить вот нам достаточно так две грузовые вагоны два вот таких вот дуркара возьми вот так вот так перецепляем вот так вот отлично так надо будет построить еще один момент так и это так не тягуя под станцию а вот вылезнодорожную заправочную станцию еще одну надо будет построить вот здесь вот так давайте-ка наверное это сделаем вот так вот я про это что-то вообще забыл что тут по дороге надо будет заправляться ему одному нашему так сказать тепловозику да так это он дешевый мы построим за собственные деньги вот таким образом немножко сделаем вот таким образом немножко сделаем так здесь соединим-ка мы вы елки-палки опять эти вот они вот проблему создает нам линии электропередач ну все как-то вот так да так теперь здесь где-то должна быть одна такая автобаза интересная которая снабжает которая снабжает все тут топливо а вот она тут надо будет автомобиль поменять так ладно сойдет так вот отличненько так ну что ж давайте-ка начнем потихонечку так первый поезд первый поезд у нас поедет вот сюда вот так так будет набирать нам здесь уголь будет ждать загрузки и будет выгружаться вот здесь так уголь будет ждать выгрузки ну что немец поехал да вот с таким вот одним думкаром будет да вот ну этот думкар у нас он вместительный он вмещает у нас аж 105 тонн да а ты ты у нас будешь ездить на таможню будешь загружаться там железом и все это дело будешь вести вот сюда вот так ждать выгрузку железом так заправился да вот и поехал так вот он такой вот тепловоз да вот ну в дальнейшем потом может быть мы его поменяем да вот или там это все такое прочее поживем 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 как говорится увидим если что может быть подцепим еще пару думкаров вот так строительство началось так давайте-ка теперь вот вот что сделаем так где наши автобусы ух ты вот они какие красавцы да ну что ж рабочие под звон бутылок поехали так и ну вот ну Так Так И надо будет маршрут Короче Надо посмотреть интервал Этого маршрута Так Показать детали маршрута Вот Надо вот везде Вот так Пусть вот соблюдают дистанцию А то они одни всей кучей забирают Да вот Так вот Отлично Так что у нас Вот он Доехал Да Так И стоит грузится Ну это будет конечно же происходить Медленно Да вот Так ну что ж Где у нас Наши новые Лиазы Вот они Вот смотрите Вот первый И мы с ними прокатнемся Ко на работу И на этой веселой ноте Мы пока прощаемся с вами Всем спасибо за внимание Всем спасибо за просмотр Кому понравилось Не забываем Ставить лайки Также гости Подписывайтесь на канал И не забудьте Нажать на колокольчик Чтобы знать о выходе Следующих видео Ну и всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok